ну поехали перепарковались к столу массажному так и сейчас мы проходим мануальную терапию берем случаи с поясницей растяжение поясницы крестцово-подвздошно-поясничное сушенение и соответственно методы скрутки мы уже показывали в прошлый раз смотрите видео предыдущие те кто смотрит нас на канале это подсказывает лайки ставьте ставьте лайки соответственно только растяжение делать берем пациента ну во первых смотрите он лежит уже на двух подушечках чтобы уже пока лежит у него растягивалось поясница вверх и как правило от этого кости от L5S1 сушенения все что выше находится мы тянем вверх еще раз повторяю далее растягиваем боковые мышцы тут и косые и паравертебральные и квадратные мышцы приподняв человека за тазовые кости делаем площадку площадочку такую чтобы мягко лежал косточками пациент на ней не пережимая лимфоузлы и не щекотя его вот растянули противножной рукой уперлись нижние вот уже пошли щелчки в нижние ребра а точнее в паравертебральные мышцы и порастягивали порастягивали его чуть-чуть вот так вот с небольшой скруткой на начало ребра да да начало ребер у нас сейчас поясница интересует даже тут даже в принципе на ребра уже пошли они по-моему еще ребра расстояние вот таз получили расстояние буквально четыре пальца между ними далее методом пира это тоже идет расслабление но как он действует это после изометрической релаксация сокращенно пир действует как за счет переизбыточного напряжения потом опускаем мышцы расслабляются то есть создаем переизбыточное напряжение ты уже помнишь вот это дело да просто просто покажу сразу без подготовки тут поднимаю он сопротивляется вниз дави поясница вниз 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 вот подготавливаем человека обучаем его не плечом дави да не там на коленками а именно тазом тазом вниз дави вот так смотри я расслабься и расслабились упали на стол теперь потренируемся здесь я давлю на ребра вниз соответственно подставляется ребрами вверх да без таза без таза только ребрами и теперь делаем на вдохе вдох ребрами вниз давай вверх таз вниз таз не давишь тазом вниз вот сюда получается сейчас расслабились упали на стол таких приемов достаточно сделать 3 4 5 там много делать не стоит до 5 и между ними по 5-7 секунд паузы поэтому пока я говорил можно вдохнуть еще раз вдох вот выдох вот так теперь мышцы наоборот вот так вот соответственно давим вниз ты поднимай таз вверх все-все-все-все расслабься а здесь ребра тяни вверх а ты прижимай к столу расслабься 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 еще раз только ребра вот так все и поехали раз кстати пир относится к мягким мануальным техникам так чтобы время этого движения уже тоже можно слышать хруст еще раз вдох расслабились дальше пир используется для вот этих вот сочинений это мы это мы сжимаем ягодицы зла их без таза вот все расслабимся и мы сопротивляемся наоборот на растяжение вдох еще раз вдох расслабились раз два три четыре пять шесть семь еще раз вдох ну понятно что для видео я думаю это все гораздо быстрее тут надо более аккуратно более вдумчиво с этим работать теперь попросим человека занять колено в активную позицию давай поза стола прямые руки в стол стол здесь прямой угол здесь прямой угол для этого ноги надо расставить на ширине плеч и потренируемся немножко стой когда локти не сгибай опускаем таз вниз на вдохе поднимаем вверх а вы человек помогаете вниз выдох чуть-чуть поддавливаете из поднимаете вверх вниз вниз тянется только пояснице к кубку привязан грузики он тянет вниз к столу поднимаем вверх опускаем вниз делаем все это расслабливаем без напряжения полностью вниз вверх вниз вверх 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 штук вот такое упражнение это можно дышать пока такое упражнение дыши вдыхай 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 и распрямляйся такое упражнение можно самостоятельно делать в домашке слоя для себя чтоб расп comparing себе поясничку а мы продолжим дальше другим способом я держу твой таз ноги стояются на месте а тут опускаясь на локти сначала теперь тянись руками вперед поздно называется кошка пролазит под забором а мы придерживаем его тасс плотно зажав вот эти мышцы которые идут от крестца да да вот это сейчас все приемы на поясницу вытягиваем вниз можно промассировать простучать простучать простучаем соответственно крестцово-подвздошное сочинение вот эти вот сочинения позвоночнику не стучим не больно тебе дыши 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 может и даже куда-то отпустить выучить растянули а если он может согнуться насколько может сообщение 90 человек оборот если он прям вот допустим на таком положении но он может согнуться так что ну либо он полностью здоров либо тогда продолжает все опускаем сложимся обратно на стол дальше используем секретный прием гудвина с ремнем с кирменем позже с толстой свиной кожи ну по крайней мере ремень от для джинсов да они широкие берем широкий ремень продеваем именно под косточками под подвздошными косточками то есть женщина хорошо упирают мужчины у каждого насчитываете вот либо берем тут на бицепс да либо двумя руками ну соответственно приподняли предупреждающих человек лежал сам не поднимал не сопротивлялся не помогал и подняли раскачали так немножко если когда вы используете отсюда сверху видно что вот это досюда движение не доходит уже вот эта часть такая жесткая конечно шевелится он начинает шевелиться где-то от середины грудного отдела вообще не шевелится очень зажатоши с подключением вот эти мышцы надо было бы перед этим их еще массажем потянули вверх и чуть-чуть вниз теперь то что ниже камня покровения да вот эти точки эти садим базиса крестца мы тянем соответственно противоположную сторону вниз по росту человека от предыдущего приема этот прием хорош тем что человек полностью расслаблен он сам ничего не делает соответственно у него мышцы полностью расслаблены и растрясли с вибрацией и теперь мы можем очередовать в количестве фильма запутался и неважно главное помочь человеку вы применяете все то есть не насколько во первых помните на во вторых пока не по действию увидеть что они не подействовало с этой стороны да перевернули человека на спину не получилось так перевернули там ну другую сторону сидя теперь со стороны спереди будем делать человека повернемся к нам передам или с задам как мы разминали ноги я уже показывал да поэтому сейчас не буду углубляться это смотрите в другом предыдущем видео работа с ногами и с тазовым переходом здесь вот мы непосредственно на тазовое дно пятки как можно ближе к себе вместе пятки вместе вместе к друг другу и ближе к себе вот такая поза теперь опять после изометрической релаксации я буду раздвигать твои колени а ты сдвигай обратно вместе так начали вдох выдох упали расстабились расстеглись по столу еще раз вот я хочу пошли развел вдох крестцовое прозвольшее состояние уже такое могут именно суставчики такие хрусты иногда испытывают такой мелкий такой хруст еще раз вдох расслабились но доходим до той точки насколько я уже позволяю все это полезное упражнение даже при лечении простатита так отдохнули теперь конкретно вот воздействием на бедер на на бедро вытягиваем тазовую кость потом изменим угол вот так вот будем работать на крестец крестцово-поперечное сочинение здесь вот за бедро вытягиваем тазовую кость и тянем относительно крестца потом разворачиваем вот так и тянем вниз поэтому поясницу будем растягивать то есть три сочинения раз два три в котором мы работаем с одним коленом и соответственно бедро протянули вот так вот примерно вот от этого расстояния вот посередине да вот так вот на крестцово-подвздошное сочинение вы должны чувствовать что он на крестце визуально представляете именно на крестце поворачивается теперь переходом выше расслабься, расслабься вот и получается да им уже вот туда получается ну чуть подагональнее вот туда вниз а вот это вот нужно на пояснице угол чуть-чуть поменять ты чувствуешь что поясница тянется? ага именно поясница да? нет, седалища нерв а, седалища на тебя не нерв, а седалища, это грушевные мышцы там у нас в центре так, расслабляемся и теперь подкладываем пальчики вот так вот вот так вот под вот это сочленение вот сюда если посмотрите вот на рисунке вот сюда вот 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 косточка, да, заходим и вот сюда перед остистыми отростками крестца перед остистыми отростками крестца ну там не перед ними, там постоянно буквально шире, толщина в палец вот они там на связке эти показаны вот и в закатинке вот для этого я заворачиваю ногу сюда обхожу вот эту косточку и вот об свои пальцы там больно пальцы немножко будет но что потерпите? вот вы так массируете и расслабляете это место цепимо так, а ему надо было, на самом деле, с той стороны все расслабить а в каком случае мы можем вот так костяшку поставить? тоже в этом же случае но если человек там слишком грубо все, да, зажато то ставим пальчики, да, на костяшке то есть вот, видите, косточка, да, идет? и ямка это косточка вот за нее заходим и вот сюда вот за нее вот сюда костяшке подсох попал и вот, вот а что тут у меня болезненно будет? как чувствовать? и вот растягиваем их эти связки разминаем их может на калочку? на калочку тоже можно, да? пальцы просто более чувствительные более метко попадаю вот мы их растянули переворачивались а, опивающиеся вот сюда на дом на крюс? да? да на живот, на живот да, скручивание мы в этом ролике не будем показывать мы уже делали, да? вот теперь, как мы ставим крестцово-потушное сочинение по венскому поближе ногу поднимаем вот так вот чтобы она лежала на столе ну, тут смотрите вот, либо на себя он положил, да? либо потом положит то, вы должны проверить за счет того, что он чуть-чуть сюда отойдет, понятно где у него там предел, да? вот, и должно почувствовать вот так ему надо, да? и вот так вот вот так он положится вот чуть-чуть ну, где-то вот так, примерно ну, между, опять упираемся, да? вот левой рукой да, упираемся опять вот сюда вот сюда да, ага вот сюда сейчас будем давить именно на вот лебень и ладошку костили вот нашли его вот так ему надо вот так еще побольше вот так вот тут я даже не могу объяснить в тонкости какой угол, да? это вы как-то положил пальцами, ну, или там, ладошку почувствовать, да? где она больше напряжения, да? где больше она там подвижность меняется или наоборот сильнее выпирают вот косточку назад выходит она больше вот поэтому я поднял колено повыше вот так вот вот и теперь вот делаем сами по нашей системе, да? мы уже прошлись, размяли, растерли уже, да? размассировали вот этой части вот мы массировали оба наши пальцы теперь доходим до преднапряжения тут несколько покачивающих движений и потом совершаем манипуляционный толчок всем корпусом где было? здесь? вот уже было но вот я, например, чувствую что не до конца, да? можем пока покачивать следам идем ногу вот так вот а еще лучше прямую вот делаю, да? и довести до конца о фу соответственно может быть особенно при последнем приеме щелчок крестцово-позвращное сочинение вот здесь, да? и пятый либо четвертый позвонок тоже может поясничный позвонок тоже может идти сюда так и продерганными ногами покажешь ты сейчас мы пойдем по пояснице дальше теперь опускайся сюда ну, составателем допуститься вот сюда что делать? ну, пока же сами сами покажем вот так вот да вот так вот да подожди 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 я покажу чуть-чуть подведем так стол то есть вам нужно вот за этим живот сверху лежит, да? а гребем по кости упереться уголом стола всегда вытягивать вот так вот оделись, да? мухами сопротивляетесь и вытягиваете себя при этом ноги вот они не стоят и не висят они вот там не расслабчиваются вот так они расслабливаются мы себя вот вытягиваем 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 вверх и потом плавно ложимся на стол выпили и потом таз еще отпусти вот ну, опять же, можете самостоятельно использовать для себя да? чтобы расслабить дома поясничку а здесь попробуй под это под стол нет, пока не ложись да, пока стоишь вот так сюда ближе сейчас все повыше вот так вот лег тяни себя руками вверх 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 а ножки висят да, ножки висят и натягивайся вверх ложись по столу ползи вверх мягко ложись 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 все лег таз ослабил вот видите, у нас сейчас идет полное расслабление можно немножко повисеть пока висит просто я скажу, что до этого мы то, что мы стали делать потому что перенек устало мы прогибали его вперед вытягивали переднюю позвоночника сейчас растягиваем в обратную сторону вытягиваем заднюю заднюю сторону позвоночника и помогаем ему соответственно таз тянусь пониже упираясь опять в береги в воздушных костей чуть-чуть подогонали с подкручиванием помогаю ему вытяните его побольше здесь также хорошо использовать ударные техники это простучать на кости соответственно мои удары идут в ту сторону направленную подкручиваем и подкручиваем и назад хорошо подкручиваем подготовим человека к дальнейшим мануальным манипуляциям ну и соответственно можно практически здесь это сделать вот так на растяжение накрестным приставим тут уперся в крестец и в верхние ости над ямочками да на сантиметр повыше и верхние ости таза то есть таз на сантиметр вниз а верхняя рука идет вверх тянет на двух пути другая на прямую в ассистый отросток я ее надавлю толсток не делаю а как бы немножко зажимаю его ассистые отростки между подушечками своих рук ладоней ну здесь немножко тяжело потому что уголок стола упирается не что-то там упираешься ну в смысле не болит когда давлю бывает болезненно ну а следующий прием сделаем на полу вставай так уберем вот сюда заходи да возвращайся вот так и вставай на чуть-чуть вставай на четвереньки прямые ноги прямые ноги прямые ноги чтобы буковка п была опять буковка п опять пуга стола вставай там видно на камеру стоим надо накладить немножко ну и нам сюда вот отойти чуть-чуть вот теперь прогибайся вниз мне руки прямые и разверни руки вот так получается тогда на обратную сторону на себе вот так да это намного нужно чтобы он не изгибал их локтях часть у нас стоит достаточно жестко прогибайся вниз прогибайся вниз прогибайся вниз ближе до ближе к другу прямой векар кошка да и как окошка прогибайся вниз но висишь без напряжения вот висишь в себе и теперь вот здесь вот мы можем совершить толчок вот который мы делали в одном отделе вот такой да кивок вот такой вот прицель здесь это вот ты говоришь по субиксации да когда нижний пацанок ушел под верхний вот так вот вот ассисты отростки да ассисты отростки соединились вот он ушел туда то есть мы верхнюю часть над ним на этот позвонок воздействуем наша цель его сдвинуть дальше чуть ниже чуть ниже свои руки покажи не наоборот ниже свои руки то есть вот ассисты отростки да внизу таз вот мы нащупали что отросток ушел нижний вот сюда да этот вот так нагнулся на него то есть нам нужно на верхний отросток а у него поперечные то есть на верхний позвонок он поперечные отростки выше идут да вот сюда мы будем давить руками с тем чтобы нам его сдвинуть выше чтобы он его раскрыл и потом встал вот он на него видишь это посюда зашел вот так мы выбираем он встает вставай обратно в эту позу встал вот прицелились вот сюда вот сюда вот сюда вот сюда ну опять же можно двумя руками можно голову опустить голову опусти вот так вперед посмотри движение идет по двагонали вперед и вниз ну вставай ладно покажу последнее сюрприз бонусное движение это ложись это скрутка на полу так сюда поближе ко мне нижняя нога прямая для корпуса это повыше вот сюда противоположную руку мне давать ну можно за эту вот опять же на растяжение вот все упиралось подвешен кость и сягиваем его прощелкаем и противоположен ногу давай просто уходим собраться держи держи все расслабился вот и теперь вот сюда все можно вставать а я вам скажу что мы делаем как раз примерно его позвоночек нарисован мы разблокировали вот это расстояние вот эти мышцы вот эту связку с этой стороны эта нога была если помните она была длиннее из-за того что таз был повернут не так теперь мы ее растянули ну можно что-то проверить если не если не помогло все ровно то выходим у нас же мы смотрели на видео видно вот теперь нагибайся все разблокировано ничего все ровно да до этого вот эти дырочки кипсы на месте все раздеваюсь вот сейчас мы увидим закончим проверим ноги нужно еще дергать за ту вот об этом мы будем делать сами на нашем тренинге если вы это не увидите то потому что вы не присутствуете у нас приходите на тренинг Олег Алабудин вас всему научит а сейчас просто смотрите ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Академии телесоориентированных практик